Сказочки читать. А вы помните, про что была прошлая сказка в прошлый раз? Про мост. Про зачарованный мост, да? Вижу, что вы что-то говорите, но не слышали. Что мы там с вами решили про этот мост? Я не помню. Зачем его строили? А зачем его строили вообще, этот мост? Чтобы нас хорошо слышно, можно встретить. Ну да, с одной стороны, строили мост, чтобы... Для любви. Да, мост любви. Ну что, мы на Facebook запускаем? Уже запустил, да. Ага, спустили на Facebook. Ну что, можно тогда начинать? Да, 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 мы уже тоже готовы. Я вас вижу и слышу, рада всех видеть. Мы вас тоже рады всех видеть. Передаю слово Елене Маруковиче, ведущей разговорного клуба белорусского, и детской познавательной студии «Белорусская скармичка». Она заместитель председателя национально-культурной автономии Белорусской Москвы, которая как раз и устраивает у нас в Центре славянских культур эти замечательные мероприятия. И сегодня ей помогают наши юные гости. Совсегдатые, да? Да, и наши добрые друзья – это Настя и Виталина. Ну вот, передаю слово тогда. Да. Мы тоже всех приветствуем, два девочки. Мы уже с ними вспомнили сказку, которую мы читали в прошлый раз, да, про соседей, про соседнее царство, потому что у нас как раз белорусские сказки – это сказки соседнего государства с Россией, да, и мы хотим с ними поближе познакомиться, а вот со сказками нам будет это легче сделать. У нас есть такая скарбничка, это наш маленький-маленький кладик такой, да, скарбничка, белорусская скарбничка, и каждый раз мы из нее достаем эти сказки. У нас такая красивая большая книжка, я думаю, успеем ли мы ее за все наши встречи почитать. Надо, наверное, еще дополнительно встречаться. Ну давайте достанем первую книжечку, она поменьше. Нам вот интересно, присоединились к нам девочки и мальчики, или пока что мы одни? Сейчас мы проверим. Посмотрим, да? Если бы они к нам присоединились, мы бы с ними почитали интересные дразнилки. Вот Анюта еще к нам пришла. Здравствуй, Анюта, присоединяйся, садись. Так, а у вас в школе дразнятся мальчишки с девчонками? Да. Дразнятся, обзываются. Ну дети всегда так делали, вы не думаете, что раньше никто не обзывался. Даже, знаете что, придумывали дразнилки такие. Ну, самые-самые, самые безобидные дразнилки. Вот смотрите. Петро, Петро, подай ведро. Коровы пить, табе жму рыть. Это дразнилка или нет, как вы думаете? Нет, да? Имя есть, но про этого Петра никто ничего не говорит. И раньше имена были не такие. Если я вам прочитаю дразнилки, вы, наверное, даже и не узнаете, где имя, а где просто слово. Например, Франок, Абаранок. Франок это что? Имя, да. Это такое имя, старое имя. А Баранок? Это Баранок просто, да. Людик, Пудик. Людик это что? Имя, да. Но только сейчас у нас таких имен даже нету. А вы вспомните какие-нибудь дразнилки про себя, нет? Не обзывает вас. Вот, видите, вы... Моркович. Морковка, морковка, да? Да. Виталинка, Малинка. Давайте мы сами придумаем какие-нибудь дразнилки, но не очень обидные, да? Анюта, Малюта. Анюта, Малюта. Настюш, какую-нибудь дразнилку про девчонок? Нет? Виталинка? Малинка. Витаминка. Витаминка все ее дразнят. Меня еще дразнят с апельсинкой. Мандаринка. Рисует круто. Не обидно, да? Это даже не дразнилка уже даже, а хвалилка у нас будет. Были дразнилки, стали хвалилки. Мы теперь друг друга больше хвалим, да? Не дразним, стараемся не обижать друг друга. А я люблю мандаринка. Мандаринка. Виталинка, мандаринка. А давайте про Настюшу, Анют. Настенька. Коса, красненька. А раньше краса, это было красный. Красный, красивый. Вот, Настюшенька. Душенька. Душенька. Но это не дразнилка, это опять хвалилка. Давайте все-таки про дразнилки. Найдем? Настюшенька. Наталля пралля, Кузьма веращанник. Пайшол у березник, сабаки дагналі, нагу адарвалі. Дзинь, дзинь, дзинь дзинь бау, селка прау, палажылі сауку на белую лауку. Лаука трасецца, саука смеецца. Курочка сакоча, савачка рагоча, дзинь дзинь бау, саука прапау. А это сава, имя такое, саука, говори. Даже в белорусской фольклоре, в белорусском, есть такая песенка, саука дыгрышка. То, что я читаю, понятно вам? Да. Слова почти все понятны, да? Или нет? Если встречаются непонятные слова, вы мне говорите, хорошо? А я вам будем привыкать немножко к белорусским словам. Но они очень похожи, да, на русские? Похожи вам? Угу. Да? Давайте, вот еще одна дразнилка. Витя, Витя, Витя ля, з'еу корову и тя ля. И дванадцать поросят, только хвостики висят. Это уже... Вита, Вита, Вита. Почти как Вита, Вита, да? Мне еще Витя обзывали. Да, з'еу корову и тя. Вот это немножко такая... Да, 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 да. Меня Антон Витя называет. Ну, Витя. Похоже, да, похоже. Рубин Боби. Меня Антон Витя обзывает. Говорит, ну, Витя. Да, дразнилка такая. А вот про Сергея. Имя такое у нас и сейчас есть. Сергей, да? По-белорусски Сергей, говорят. Сергей Веробей. На кони катался, руки-ноги поломал и без штанов застался. Это если хотели дразнить, далеко остановились и дразнилки всякие кричали. Дразнилки и кричалки. Ну, так как у нас вот нету пока что еще гостей, а так бы мы про них какие-нибудь дразнилки прочитали. Давайте тогда перейдем к нашим сказкам, да? Достанем из нашей скарбнички нашу книжку большую. Сегодня, вы помните, мы договорились с вами поговорить об одной стихии. То, что помогает человеку жить. Помните про о чем, да? Я достану все наши стихии. Мы с вами вспомним, да? Споры у нас в прошлый раз были по поводу воздуха и земли. Воды, 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 да? Это все-таки у нас была вода, да? Воздух. Давайте еще раз рассмотрим их, да? Огонь и земля. Я возьму землю. И у нас сегодня символ стихии земля. Земля почему считается стихией, которая помогает человеку? Потому что на земле все растет, что мы кушаем, да? То, что поддерживает жизнь человека. И еда, и человек дом свой строит на земле. И пользуется всеми благами, которые произрастают и в земле. Но еще есть благо где? У земли. Внутри. У земли тоже есть благо? Какие? Ну что внутри земли вот такое есть, что? Да, ну кроме воды еще полезные ископаемые, да? А вот что человек считает для себя самым-самым-самым-самым большим богатством, которое есть в земле, добывают его? Ну вот кроме воды, еды, еще камни. А какие есть камни, которые ценятся? Да, драгоценные камни. А вот что самое драгоценное? Алмаз. А еще все говорят. Бриллиант. Да, и еще то, что блестит желтым цветом, как солнышко. Золото. Золото. А золото всегда у нас богатство не только материальное, но еще мы иногда используем это слово, когда говорим о чем-то ценном. Да, например, мы говорим, золото мое, да? Что ты, каждый ребенок у нас на вес золота, хороший такой золотце. Но для многих людей золото всегда было чем-то материальным, да? И важным. Вот сегодня мы прочитаем сказку, она называется «Заклятое золото». И попробуем с вами разобраться, что же ценное, какое золото ценное. Золото настоящее, которое можно потрогать? Или есть еще другое золото, какая-то ценность другая. Начинаем? Жил, был в одной деревне мужик. Семья у него была огромная, а богатства никакого не было. И они доедали последние крошки хлебушка, да и водой перебивались. И вот однажды приснился сон мужику, что он пошел в лес посмотреть на старый-старый дуплистый дуб. Залез он в дупло, а там горшочек с золотом лежит. Только хотел он его взять, а ему в голос «Не бери золото, а то беда будет», – удивился мужик. А на завтра пришел в лес и посмотрел на этот старый дуб, который ему приснился. Стоит он такой дуплистый, точно такой же, как и во сне. Залез он в дупло, и там, правда, горшочек с золотом. Вспомнил мужик свой сон, но не удержался. Взял тот горшочек и принес его домой. Принес и спрятал его в хлеве. Думает, возьму потом немножечко золота, куплю детям покушать. Заходит в дом жена. В слезах она была. Сын самый маленький заболел. Позвали бабку-повитуху. Знаете, кто такие бабульки в деревне, которые лечат? Ну, они лечат и лекарствами, а еще заговорами. Тоже как-нибудь мы с вами почитаем. Они такие сказочные, эти заговоры почти с непонятными словами. Но она ничем помочь не смогла. Видите, какое-то чудо произошло, что бабуля не справилась. Плачет жена и говорит, умрет наш малыш. Тут мужик вспомнил свой сон. Но золото назад не понес. Лег спать. А ему снова сон снится. Как он горшочек с золотом из дупла достает, и голос его предупреждает. Не бери золото, а то беда будет. И потом еще немножечко добавляет. Если золото ты назад вернешь, то твой сынок поправится. Вздохнул мужик. Вздохнул мужик. Три монетки. Это не так много. Но пришлось ему вернуться домой без горшочка. Сыну немножко легче стало. Но тут заболела доченька маленькая. Жена совсем в слезах плачет над больными детьми. Заливается. А мужик спать лег. И снова он видит сон. Как он горшочек из дупла достает, и голос его предупреждает. Не бери золото, а то беда будет. И потом еще добавляет. Не все золото ты занес. Смотри, беды не оберешься. Проснулся мужик, пошел к старому дубу, достал горшочек, положил туда три золотых монетки и назад в дупло этот горшочек поставил. Отошел он немножко от дупла, видит, как будто что-то там лежит в кустах. Он посмотрел и видит, подлетает к дуплу огромная птица. А в клюве у нее одна золотинка, золотая монетка блестит. Она в землю ударилась и в девушку превратилась. Тогда она горшочек из дупла достала, туда положила монетку, горшочек в дупло спрятала, топнула ногой и снова в птицу превратилась. Стала птицей и полетела. Пришел мужик домой. Дети здоровые и жена уже не плачет. Удивился мужик. На завтра он снова пошел в лес, пошел к этому дубу. Снова подлетела огромная птица, а в клюве у нее снова блестит золотая монетка. Она в землю стукнулась и девушкой красивой стала. Тогда она горшочек из дуба, из дупла достала, туда положила опять монетку и дупло, горшочек поставила. Ударила ногой, стала птицей и улетела. А мужику так захотелось это золото взять, но он остановился. А что его остановило, как вы думаете? Здоровье, наверное. Нет, его остановило то, что дети, они болели, нет. Поэтому он не хотел, чтобы они еще раз заболели. Да, то есть вот говорят, что здоровье золото, да? То есть он стал думать уже, то ли ему золото взять, то ли пусть детки здоровые будут. Вот это здоровье на весь золото. Что же было дальше? Как вы думаете, взял он все-таки золото или нет? Нет. Настюша, ты как думаешь? Думаешь, тоже нет. Аня, а ты? А ты бы взяла деньги? Нет, тоже? Не рискнули бы уже, да, чтобы кто-то в доме у нас болел. Потому что это горем может обернуться, действительно. Не взял он, да? Хотелось ему взять. Хотел он залез опять посмотреть на этот горшочек в дупло. Но потом решил не брать и решил, знаете что, посмотреть, что же будет дальше. И мы посмотрим, что же было дальше. На завтра он снова пришел к дубу. Снова подлетает к дубу та самая красивая птица. В дюбе у нее золотинка сияет. Она об землю ударилась и девушкой устала. А потом горшочек с дуба достала, туда золотинку положила. А потом достала из дупла еще и пастилочку. Потом положила все золотые монетки из горшочка в пастилочку. И стала их считать. Пересчитала и снова в горшочек положила. Видите, у нее все под счет было. А горшочек в дупро поставила. Тогда взяла, взмахнула крыльями, но осталась девушкой и пошла ногами. Мужик, он не удержался. Залез в дупло, достал горшочек, а там вместо золота сухие листья лежат. Жалко стало мужику золото. Он домой пошел, а там стол накрытый. За столом вся родня сидит. И девушка-то рядом с женой сидит. Ту, которую он в лесу встретил. Он вошел в дом, поздоровался со всеми. А жена ему и говорит. Смотри, какое счастье. Сестра моя нашлась. Та, которая в лес пошла и заблудилась. А девушка усмехается и рассказывает. Когда я в лесу заблудилась, меня лесовик к себе забрал. Лесовик, помните, мы с вами читали мифы и легенды. Лесовичок, да? Житель лесной, который оберегает леса, да? Но его никто не видит. Он тоже маленький божок, мы говорили, лесовичок. У него эта девушка очень много лет служила. А тогда, когда прошло много времени, девушка попросилась у лесовика домой, чтобы проведать своих родных. Он дал ей полгоршочка золота и сказал, что это золото, которое он мог ей дать. Он даст ей полгоршочка только в том случае, если горшочек будет полным. Когда горшочек наполнится, то девушка перестанет быть птицей и будет вольным. Поэтому девушка летала по всей земле, собирала это золото. Целый горшочек для чего? Чтобы проведать своих родных. И она получила в дар полгоршочка золота. И с того времени стали они все вместе жить, поживать и добра наживать. Вот такая сказка. В сказке очень долго что-то происходит, происходит, происходит. А конец такой быстрый, раз, и все решается. Потому что много труда нужно вложить. Для того, чтобы счастливо жить, надо очень много труда вложить. Вот как девушка это. Можно сказать, что она собирала. Можно сравнить золото с чем? Со здоровьем. С чем еще золото мы сравним? С знанием. Можно в горшочек собирать такие знания. Много знаний у тебя будет. Это тоже можно считать золотом. Да? А вот у нас на белорусской земле еще считается золотом лен. Слышали когда-нибудь, что такое лен? Да? Это такое растение. Растение, из которого что-то делают. Знаете, что делают изо льна? Одежду. Правильно, одежду делают. Это не только одежду. А еще в Белоруссии изо льна делали покрывало. Делали еще полотенца. И еще мешковину делали. То есть это такие большие мешки, которые собирали картошку, овощи разные носили. Видели такие мешки, да? Вот они из льняной пеньки сделаны. Мы поиграем с вами в лен? Да. Пускай у нас немножко, но мы поиграем. Вот такие у меня есть карточки. А на этих карточках у нас цветочки льняные, да? Возьмите по цветочку. Можно большую. Можете выбрать, если вам нравится какое-нибудь. Ну возьми. Посмотри, какие. Здесь есть поменьше лен, а есть побольше. Я с вами тоже поиграю. Берите. Да. Так. Вот такие. Да. И вы можете тоже дома себе сделать либо кружочки, либо квадратики, какие у вас есть дома, заготовочки. Или вы сами можете сделать, нарисовать на них, на этих кружочках, цветочки льна. И это будут ваши карточки для игры. Мы с девочками перейдем на свободное место. Давайте вот сюда немножечко пройдем. Да. Смотрите, вам нужно положить... Проходите. Вам нужно положить эти карточки на пол, да? Как будто бы это поле изо льна. Но у нас немного. Вот, смотрите. Нас четверо, а карточек три. Карточек должно обязательно быть меньше, чем людей. Так. Беремся за ручки. Беремся за ручки. Мы идем по кругу. Идем, 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 идем. В одну сторону идем. В другую сторону идем. Так. И я делаю... Загадываю вам какое-нибудь желание. Например, попрыгать на одной ноге. Попрыгать на одной ноге. Хорошо. Идем опять. Идем, 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 идем. В другую сторону идем, 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 идем. Так. Беремся за ухо соседа. За ухо соседа. Держимся. Так. Хорошо. Так. А теперь вы должны немножко разбрестись. Разбрестись. Походить, походить. Мое следующее задание. Да. Закрывайте глазки. Закрывайте глазки. И вокруг себя немножко покрутитесь. Крутимся, 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 крутимся. А когда я сейчас скажу сеять лен, вы должны... Крутитесь, крутитесь. Вы должны найти себе домик. Сеять лен. А, нет. Стоп, стоп, стоп. Неправильно я вам сказала. Давайте еще разочек. Вы должны встать на эту карточку. Давайте еще раз. Так. Расходимся. Давайте вы будете ходить, а я вам буду давать задание. Так. Сейчас вы должны поставить руки на пояс. Руки на пояс. Да. И наклоняться вправо, влево, вправо, влево. Наклоняемся, наклоняемся, наклоняемся. Хорошо. А теперь нужно попрыгать. Ножки вместе врозь. Ножки вместе врозь. Ножки вместе врозь. Хорошо. Прыгаем, прыгаем. Так. А теперь нужно взять рукой, правой рукой, правую ногу. Раз. Хорошо. А теперь взять левой рукой, левую ногу. Хорошо. А теперь нужно себя обнять. Обнять. Хорошо. А теперь крутимся, 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 крутимся. Закрытыми глазами. Пока я не скажу. Садим лен. Быстрей, 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 быстрей. Так, вот, кому домика не хватило, тот у нас считается, уже посадили мы этот лен, мы ему даем домик, Настюш, садись, вот, мы один лен уже посадили, он растет, девчонки, давайте мне карточки, ну, если бы нас было 10, нет, Настюш, ты уже все, мы тебя уже посадили, ты уже растешь, ты цветочек у нас, стой вот на этом местечке, мы посадили лен. Так, у меня осталось еще два непосаженных льна, так, даем им задание, Настя, надо что-то им придумать такое интересное, например, правой рукой наклониться к левой ноге, раз, наклоняемся, правой рукой к левой ноге, хорошо, так, а теперь достаньте, положите руки друг другу на макушке, на макушке, хорошо, Сложно, когда один большой, другой, макушке, хорошо, а теперь повернитесь друг другу спиной, повернитесь друг другу спиной и возьмитесь за руки, возьмитесь за руки, и ходите по кругу, ходите походите по кругу так хорошо садим лен так вот раз виталинка выиграла в этом раунде значит мы анюту садим все анюта у нас посадилась осталась одна виталина вот виталина 1 и получается у нас выигрыши то есть мы должны играть до тех пор пока мы не посадим всех как лен длинными чтобы он нас долгими долгими длинными долговяз еще лен долговяз говорят еще поиграем ну давайте мне карточки тогда все хорошо возьмите за руку возьмите за руки хорошо и по кругу идите по кругу я вам буду задание придумывать далеко не уходите идите ко мне ближе да вот сюда ближе чтобы вас было видно хорошо остановились остановились теперь так возьмем под ручки друг друга вот так под ручки и начнем приседать вниз вверх вниз вверх а теперь повернулись ко мне спиной повернулись ко мне спиной опять взялись под ручки паверон садимся вниз вверх вниз вверх хорошо а теперь подняли высоко правую ножку левую правую левую кружимся вокруг себя кружимся кружимся глазки закрыли глазки закрыли так хорошо 7 лен сломались ну надо уступить уже наверное давайте по посадим настю поставим хорошо все а нет и у нас первый лен который растет хорошо давайте мне карточки полетела ну давайте хорошо девчонки давайте за ручки взялись на ручки взялись нет обе ручки до в пару стали хорошо а теперь давайте поработаем да вот так ручками как будто пила пилит 1 2 1 2 1 2 хорошо а теперь повернулись друг другу спинкой взялись тоже за ручки взялись за ручки спинкой а теперь поднимаем ножки по очереди правая левая правая левая вот так хорошо хорошо идите идите топайте 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 а теперь закрыли глазки, кружитесь. Кружитесь, 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 кружитесь. А теперь 7 лен. Настюш, ножками надо становиться. Ножками, ага. Ножками на цветочек. Хорошо. Получается, что у нас Виталину. А, вот я хитрю, я хитрю. Это нечестно. Бывает и нечестно. Нет, мама, так нечестно. Хорошо. Мы же с тобой договорились. Посередине надо. Ну, нет. Да. Ведущий придумывает. Хорошо, давайте. Можно быть ведущим? Виталина, давай мне карточку. Можно быть ведущим? Можно. В следующий раз будешь ты ведущей. Мы еще поиграем с вами. Еще это у нас не конец. Сейчас вы отдохнете немножечко, да? А я вам... А я не устала. Да, ну отлично. Ой, устали. А кто-то может устал. Девчонки, может, устали, немножко посидят. А я вам позагадываю загадки. Да? Так. Мы договаривались на загадки. Видимо, да. Сложные загадки или несложные? Легкие. Начнем с легких? Да. Хорошо. Вот сегодня начнем с легких. А кто-то у нас, может, присоединился? Кто-то есть у нас? Может, мы загадаем загадку ребятам, которые у нас пришли в гости онлайн? Но что-то все молчат. Ладно. Тогда мы сделаем так. Я буду загадывать загадку. Вы будете немножечко думать. Мы дадим время тем, кто нас смотрит онлайн, чтобы, может быть, они там что-то крикнули у себя дома. Отгадочку. Посмотрим, кто быстрее они или мы. Я буду загадывать на белорусском языке. Если совсем все будет непонятно, вы тогда меня спрашивайте. Но я думаю, вам будет понятно. Начинаем? Мя не бьют, колотить, ворочают, режут, а я все терплю, усим добром плачу. Нет, не поняла. Непонятно было? Меня бьют, колотят, ворочают, режут, а я все терплю и всем добром плачу. А что нас кормит? Земля. Да, мы же сегодня с вами как раз разговариваем про такую стихию, как земля. Да? Немножечко сложно было. Вот давайте немножко полегче. Вожу, вожу, не вывожу. Ношу, ношу, не выношу. Тележка. На что это похоже? Что я не понимаю. Вожу, вожу, не вывожу. Ношу, ношу, не выношу. Видите, вроде ли. Рюкзак. Ну, думаете? Нет, наверное, не рюкзак. Вода. Вода, правильно. Вода. Да, она же у нас течет, 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 везет, везет на себе все. Ну, так никуда это и не приезжает, да? Угу. Как ты догадалась? Не знаю. Не знаешь? Не подсматривала? Стихи вспомнили. Стихи вспомнили, да. Конечно, мы же про стихи еще не говорим. Так, ее на... на белорусском давайте. Я е ногами топчуть, а я на усих кормить. Земля. Земля. Вот, вы теперь хорошо знаете загадки про землю. Так, следующая загадка. Без ног бяжить, без вадшей глядить. Вода. Вода тоже, да. Без ног бежит и без глаз глядит. На что она глазами глядит? Что мы говорим? В воде отражается, да? Это похоже на то, как смотрит. Так, давайте еще. Без крыл лятая, без ног бяжить. Воздух. 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 Ну, какой воздух у нас бежит? Как мы называем воздух, который бежит? Быстро. Ветер. Правильно. Ветер бежит. Хорошо. И шел долговяз, у сырую землю увяз. Вода. Какая вода? И шел долговяз, и в землю увяз. Водопад. А что такое в землю увяз? В земле остался, шел. Что-то длинное, шел и в земле остался. Ну, вы правили. Огонь. Вот, про водопад похоже, но не совсем. Ручей. Дождь. Дождь. Правильно. Дождик долговязый, да? Как ниточки дождик идет, идет и в земле остается. Да? Вот, вы представляете. Когда загадку отгадываете, вы всегда рисуйте себе картинку. Тогда вам будет немножечко понятнее. Так, давайте следующую загадку. Качка у моры, а хвост у горы. Не поняла. Качка – это уточка. Уточка в море, а хвост на горе. Огонь, 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 огонь. Нет, это еще сложнее. А давайте эту загадочку оставим. Давайте. Может быть, кто-то у нас отгадочку напишет нам на страничке, на нашей. Да, вот эту загадку мы не отгадываем. Сейчас я ее повторю. Качка у моры, а хвост у горы. Интересно, кто-нибудь отгадает из наших гостей? А отгадочку я скажу в следующий раз. Хорошо? А вам такая. Вечером нарожается, ночь живее, а раницей помирая. Огонь. Не поняла. Вечером нарожается, рождается, ночь живее, а раницей помирая. Луна. Месяц. Луна. Так, похоже, похоже на луну. Так, а что еще? Звезды. Ну, не совсем. Ну, звезды, да, тоже. Огонь. Здесь про то, что появляется вечером. Оно есть на земле. Я вам подсказочку. На земле вечером появляется. Чаще всего летом. Чаще всего летом. А что еще с водичкой, если связано? Я вам подсказочку даю. Роса. Роса. Правильно. Смотрите, она вечером появляется. Роса на травке, потому что становится холодно. И капельки росы появляются на растениях. Ночью роса живет на растениях, а утром она что? Испаряется. Так. Да. А еще сложная загадка. Вы же любите сложные загадки? Нет. Нет, не любите? Ну, тогда полегче. Родился, молчки, живе тишком, а як помре, дык зараве. Не поняла. А вы же говорите, что вам все понятно. Видите, все-таки некоторые слова сложные. Родился, молчал. Да. Родился, молчал. Жил. Тихо очень. А когда умер, тогда закричал. А мой другой. Не совсем, не совсем. Костер. Когда родился, молчал. Костер же, он трещит. Трещит. Да? А кто у нас? Что-то с воздухом и с природой. Да. Я сегодня вам то, что на землю падает тихо. Потом тихо лежит на земле. Снег. Да. А когда умирает, тогда плачет. Да? Снежок падает как тихо. Лежит он как тихо. А когда умирает, плачет. Да? Да. Так, давайте вот это. Глянь прозвакно. Видать синее полотно. Небо. Небо, Настя. Правильно. Дальше. Червоный вол, черного лижа. Не поняла. Червоный. Помните, мы в краски играли? Червоный. Это красный. Да. Красный вол, вол, это буйвол. Огонь. Правильно. Это огонь. Черного лижа. В краски не поиграем. Ну, в краски нас мало, но мы обязательно поиграем. Я думаю, что надо в следующий раз привести каждому по товарищу. Да? И тогда мы поиграем в краску. Вот мальчишки нашки. Да. Лика согласится. Вот мы всех позовем, кто согласится. Так, еще загадочка. Я думаю, быстро отгадаете, но чтобы вы подумали. Червоный коник по дрэве бежит. Червоный коник. Червоный мы знаем, красный. По дрэве бежит. Дрэво это дерево. Пожар. Можно пожар или, только что мы говорили, это тот же огонь. Да, я вам специально несколько загадок, чтобы вы представили, что огонь можно по-разному представить для себя. Ну что, еще? А теперь то, что растет на земле. Подсказка для вас, чтобы вы знали, что это может быть. Не разобьешь горшок, то не зьяси и каши. Дерево. Что это за такое у нас вкусняшка такая? Не разобьешь горшок, то не зьяси и каши. Если не разобьешь... Орех. Правильно. Если скорлупу не разбить, то внутри ничего не скушаешь. Вот такое сравнение, что если горшочек не разобьешь, то внутри каши не съешь. Молодец, Аня. Не зря ты самая старшая. Так. Ляжить грушка у червоным кожушку. Кто я ее укусить, то и плакать мусить. Лук. Правильно. Настя, молодец. Почему? Потому что когда его ездят... Да. Он щипится. Щипится, да. Когда его едят, он щипится и слезки идут. Правильно. Круглый хлявец повин белых овец. Круглый хлявец повин белых овец. Капуста. Нет. Дванчики. Круглый. Круглый хлявец. Хлявец это хлев, говорят. Ну, какое-то просто строение. Белый овец. Нет. Вот в чем, в чем подумайте, что такое большое растет, в чем есть белые овечечки. Что это может быть? Вы, наверное, не знаете. Или знаете? Знаете. Есть еще такой праздник. На этот праздник большое, круглое используют. А внутри белое что-то. Много-много беленьких овечек. Трудная загадка, да? Ромашка. Верба. Не. Круглых ли овец повин белых овец. Ну что, оставим тоже эту загадку, да, зрителям нашим? У нас уже две загадки для них. И вам я тоже не скажу тогда ответ. Не подсматриваем. Так. А вот другое, похожее, но только теперь уже по цветам противоположно. Полная бочечка круп, а на версии струп. Что? Я не понимаю. Полная бочечка крупы, да, зернышек, полная бочечка. А наверху струп, ну, как крышечка. А что? Что есть такая коробочка, в которой что-то тоже живет? Ну, еще-еще-еще шелестит коробочка так. Что видели? Там у нас белые овечечки, а тут черные овечечки. Коробы. Такая коробочка. Мак, да, коробочка мака. Вот видите, растения сравнивают с какой-то посудой. Сахар там. Где сахар? Там, вот в той загадке. В той загадке, где не знай. Где там не знали мы про белых овечек? Да. А из чего его добывают? Из нектара, из тростника. По-разному, да, из свеклы, из тростника, да. Но там немножко другое, там немножко другое. Соль. А вот вы должны представить, это очень вкусненько, и вы это очень любите. Червоное тельце, каменное сердце, винное насмак, а зовется як? Конфета. Червоное, это какое тельце? Красненькое, да? Красненькое тельце. Каменное сердце внутри? Вишня. Винное насмак, а зовется як? Вишня. Правильно, красненькое тельце внутри камешек, это сердечек. А нет, случайно загадок про малину? Нет, ну случайно, наверное, есть и про малину. Я не люблю душу. Так, ну что, еще одну загадку или уже, или поиграем? Нет. Поиграем. А, давайте поиграем. Давайте. Вы помните, в прошлый раз мы с вами играли в короля? Да. Помните? Да. Но у нас было два короля. Один король был с загадыванием желания, а второй король был... Вот. Да. Как мы играли? С наказанием. С наказанием. Давайте наказанием. У нас был вор, да? У нас был вор. Палач. Палач. И победный человек. Да, и победный человек у нас. И пустая бумажка. Да. Это мирный, значит. Это мирный человек. А еще мы с вами выбирали тогда... Первый раз мы выбирали ведущего, а в этой игре нам ведущий не нужен, но мы с вами вспомним считалочку. Мы с вами уже две считалочки знаем, да? Какие? И шоу-баран по крутым горам. Сеу на лавку. Нет. Да, сеу на лавку. Что ты там делаешь? Нет. Сорвал травку. Да, видишь, я запутала тебя. Положил на лавку. Кто ее возьметь, тот вон пойдет. Давайте еще раз. И шоу-баран по крутым горам. Сорвал травку. Сеу на лавку. Нет. Положил. Положил на лавку. Кто ее возьметь, вон пойдет. Да. Так. А вчера мы, вернее, в прошлый раз, какую мы считалочку брали новую? Плыв про чемодан. Плыв по море, чемодан. В чемодане был диван. А кто такой диван? Ковер. Да, на белорусском языке. Диван. В чемодане был диван. На диване плавал слон. Кто не верить, выйди вон. Давайте еще раз. Плыв по море чемодан. В чемодане был диван. На диване плавал слон. Кто не верить, выйди вон. Так. Ну, сегодня нам не понадобится считалочка. Но мы поиграем, да? Поиграем, поиграем, поиграем. Возьмем наши листики. И поиграем немножко. Ребята у нас там не появились? Все, кто был. Девчонки с нами там, да? Да. Вот, здорово. Нам бы с ними познакомиться. Они там не хотят или написать свои имена, или включить камеру. Познакомиться бы нам с ними. А то они с нами каждый раз играют, слушают нас. А мы даже не знаем, кто с нами там. Так, садитесь. Мы с вами возьмем. Ну, можно встать. Можете встать. Можете встать. Принесите вот один листик мне оттуда. И карандашик, да. Давайте. И там ножнички еще принесите. Вы тоже можете с нами сделать в такую себе игру. Если... Квадрат? Да. Квадрат, вот, становитесь так, чтобы меня было видно. Вы возьмете листики, отрежете, да, сделаете. А вы сейчас мне поможете. Вы сейчас на этих листиках напишите. Что мы должны написать? Так, Настя напишет вор. Я палач. Виталина напишет палач. Так, Анюта, ты что напишешь? Победный человек ты пишешь у нас. Да. А я судья. А я судья. Значит, мы пишем четыре слова. Вор. Судья. Палач. И победный человек. Да? Давайте скручиваем. Скручиваем их. Давай сама скручивай. Да. Скручивайте сами. Прижимаем. Можно прижимать. Да. Можно их даже свернуть. Вот так. Я пришлю. Сделаем сеток. Да, сделаем сеток. Но мы, наверное, будем без судьи, потому что нас мало. Мы просто будем садитесь или становитесь, как мы будем. Чтобы вам удобно было наказывать друг друга, да? Секи, вам нравится с наказанием играться? Так. А какое еще есть наказание в ночи? А еще. Доставайте. А еще, когда мы складывали ладошки на ладошки, в короля играли. Нет, я не знаю. Так. Кто судья? Кто судья? Я буду судья? А, хорошо. Так. Нам нужен кто первый? Победный человек. Победный человек. Победный человек. Победный человек. Победный человек. Скажи, кто украл у тебя корову? Я палач. А так надо молчать. Так. Раз ты не угадала, да? Раз не вор, то что делаем? Ты оклеветала честного человека. Назначаем. Назначаем. Сколько? Сколько? Какое у нас было наказание? Помните? Тепленькие. Тепленькие. Горячие. Синий камень. Из-под синего камня. Давайте. Тепленькие. Давайте. Сколько? Три тепленьких. Не будем сильно наказывать. Три тепленьких. Ты так думаешь? Хорошо. Давайте мне бумажки назад. Так. Вор! Коробный. Так. Давайте еще разочек, да? И потом. Давайте еще разочек. Подождите, подождите, подождите. Так. Я повторяю. Анют, тебе что уже досталось? Хорошо. Победный человек, кто? Я. Да. Так. Победный человек, скажи, кто украл, и покажи, кто украл твою корову? Она. Да. Да? Вор? Я палач! Тогда палач назначаем. Победный человек, какое наказание? За корову. За два тепленьких и один горячий. Ох! Изощренное наказание. Два тепленьких и один горячий. Так. Ну что, еще? Последний, третий раз? Хорошо. Я надеюсь, что наши друзья тоже сделают игру такую, и поиграют дома. Ох, можно наказать того, кто... Я первая, я первая, я первая, я первая. Я хочу хоть раздаваться. Ну ладно. Аня, ты как самая старшая. Нет. Так. Победного человека мне нужно. Кто победный человек? Настя, ты? Нет. Вита, кто победный человек? Так быть не может. Да, победный человек у нас Настя. Настя, ну-ка скажи, кто украл твою корову? Выбери. Выбери. Аня? Нет. Нет? Придется наказать победного человека, потому что оболгал он честного человека. Так. Наказание какое? Ну, так ты вор, но тебя не выбрали. Значит, наказывай тех, кто обклеветал человека. Давайте. Какое наказание? Какое? Что-то Настя часто наказывает. Ладно, два тепленьких. Два тепленьких. Раз, два. Два тепленьких. Ну, теперь мы уже вообще хорошо умеем играть в эту игру, да? И наши, наверное, друзья тоже складываете наши бумажечки. Вот так быстро можно написать. Я еще хочу. Да, и еще, ну, мы потом обязательно еще поиграем. А я хочу еще сказать, что сегодня мы с девочками нарисуем знак земли. Мы обязательно вам тоже покажем эту картинку. Что на экране у вас будет. Но я хочу рассказать об орнаментах. Об орнаментах, которые есть именно в белорусской вышивке, в белорусских узорах. Мы с вами еще не разговаривали об этом. Поэтому начнем с того, что цвет, который используют в белорусской вышивке, в белорусском орнаменте, то есть это всегда какой? Красный и белый. Червоный мы говорим. Да, червоный. Красный цвет. Как вы думаете, что он обозначает? Цвет огня. Еще чего цвет? Еще говорят красный. Солнце. Цвет жизни, да? Кровь у нас какая? Красная. Да, вот. Красный цвет, это цвет жизни. А белый цвет, белый цвет, цвет чего? Цвет белого. Души, чистоты, облака, воздуха, да. То есть вот соединяется душа человека, белый цвет, да, и жизнь. То есть кровь, то, что соединяется, белое с красным. А еще потому, что в Беларуси мы сегодня с вами играли, лен использовали. А лен имеет удивительное свойство. Чем чаще его стирают, тем он белее, белее, белее становится. То есть когда только сшили одежду, она всегда была светло-светло-серого цвета. Каждый раз, когда одежду стирали, с каждым разным она становилась все белее, белее, белее. И так вот на Беларуси пошла такая традиция сочетать белое с красным. Лен и красная вышивка. А вышивали знаете как? Крестиком. А что обозначает крестик? Немцы. Нет, с металлина. Крестик тоже обозначал всегда символ жизни был, перекрещивание. И поэтому вышивали крестиком. Сначала в одну сторону вышивали наклонные такие палочки, а потом в другую сторону. И получался крестик. И вот эта вышивка белорусская всегда выполнялась крестиком. Ну, кое-где и были другие гладью, например, техники были. Но больше всего крестиком. И поэтому орнамент всегда был геометрический. Всегда были квадратики, какие-то черточки. Потому что, когда вышивали крестиком, удобнее было делать четкие линии именно по квадратику. Ромб очень частый узор в белорусском орнаменте. Он и обозначает тоже жизнь. Но только если у нас в ромбике мы от ромбика отводим несколько лучиков, то это что может обозначать? Лучики. Солнышки. А в том же ромбике, который обозначает жизнь, если мы направим лучики внутрь. Что это может обозначать? Землю. Землю. Пойдемте рисовать тогда. А что? Так. Знак земли. Сейчас я его вам покажу. Нарисую. И наши друзья тоже могут... Давайте. Упс. Давайте сюда. Сюда? Обойди. Обойду. Обойду. Да. Давайте. Сейчас я вам... Да, у вас есть красные карандаши. И сейчас я вам... Анют, вот листик. Да. Да, сейчас на экране тоже продемонстрируют. А я нарисую один знак земли. Покажу на камеру. И девочки заодно увидят его и повторят потом. Вот мы рисуем ромб. Ромб. Это знак жизни ромб. А от ромба уже все остальные орнаменты идут. И вот знак земли, смотрите. Когда у нас... Да. Когда у нас черточки... Я тоже в квадрате. Да. Да. Сложить. Нет, ты можешь так рисовать. А можно и сложить. Можно несколько знаков, потому что нарисовать землю. Можно две палочки, да? Уже у нас ребята видят, не видят там? Знак земли. Да, знак земли. Хорошо. Пусть у нас будет знак земли. Вот, смотрите, девочки. Вот ромбик. Смотрите. Здесь могут быть две черточки, а могут быть четыре, например. Сейчас, тогда я... Я, может быть, я тогда на листочке, на камеру, да, я тогда поближе покажу. Да? Вот. Знак ромб. Видно? Да, вот. Знак земли. Мы здесь нарисовали, например, четыре, здесь три черточки такие, но это не имеет значения, потому что... Всегда давалась воля фантазии вышивальщицы и авторам орнамента. Можно было и одну такую черточку нарисовать, можно было по две нарисовать. Вы можете поэкспериментировать и порисовать несколько таких ромбиков вместе, и они даже могут быть разные. Вот сейчас мы с девочками попробуем это сделать. Смотрите, я тоже сделаю с вами. Сначала вы попробуете один нарисовать, а потом вот так в рядок несколько. Смотрите, девчонки. Вот один ромбик, потом вот так второй ромбик, третий. Анют, продолжай. Вот так, ромбики. Да, можно ромбики несколько, да, друг за дружкой. И получится орнамент. Это узоры, которые выстраиваются друг за другом. Называется орнамент. В одну линеечку. Сейчас девочки стараются. И знак земли. Можно чередовать, например, вот в этом ромбике будут по две черточки, а в этом ромбике по четыре. И чередовать. Две, четыре. Две, четыре. Да. Настюш, у тебя получается? Можно на кадр показать? Так, давай вот так. Вот. Вот так у девочек получается? Да, расположить ромбики друг за другом. Давай я помогу. Вот так ромбики расположить друг за другом. И тогда? И в каждом ромбике нарисовать линии. Линии, да, знак земли. И получится у нас орнамент. Когда мы рисуем один такой знак, это просто знак земли. А когда мы эти значки ставим друг за другом в рядочек, это уже у нас орнамент. Таким орнаментом можно украсить открытку. Вы можете подарить кому-нибудь такую открыточку, будет у нас белорусским орнаментом. Можно такой орнамент нарисовать где-нибудь на одежде у кукол. Если вы рисуете, можно кукле на одежде такой орнамент вырисовать. Да, вот хорошо. Так, Настя, получается? Теперь Аня. Аня, ну да. Вот и по три можно было. Потом вот сейчас уже Виталина дорисовывает. Да, один, два, три. Молодец. А потом три, два, один, да? А, еще и четыре ты решила. Ну, может и так, конечно, переборщить. Но уже слишком много будет. Да. А если в орнаменте, да, если еще есть знак земли, вы можете встретить. Давайте, Анют, давай ты сделаешь. Еще раз ромб сделай такой большой. А так как у нас земля всегда ассоциируется с хлебом, да, с засеянным еще полем, есть такой знак засеянного поля. Когда, да, когда на поле, которое мы сначала рисуем как землю, а потом внутрь дорисовываем крестики, да, у нас тоже есть такая картинка. Вот вы можете произвольно, конечно, лучше в линейке, симметрично, да, потом три, потом одну сделаем. И сейчас ребятам покажем. Вот это будет знак засеянной земли, то есть это знак поля засеянного. По количеству там тоже здесь, да? Да. По количеству крестиков, смотри. По количеству, да. В середине ряд сколько? В середине там пять, три и один. Нечетная. Нечетная, да. Вот, молодец. Сейчас можно потом показать, да, твою. Подойди там, покажи, как у тебя получилось. У Настеньки вот так получилось. Подходи со своим рисунчиком. Покажи. Сейчас Аня дорисует нам засеянное поле, и Виталина тоже. Простой. Да. Но можно чередовать. Видите, уже у вас получился орнамент. Можно крестики и сюда добавить. Да. Можешь внутрь, да. Или новые нарисуй. Это уже будет новый у тебя знак. Аня, вот здесь. Раз, два, три и одну. Вот точно так же симметрично в другую сторону. Да. Ну, можешь показать тогда свой и орнамент, и засеянное поле. Так, второй орнамент, засеянное поле. Вначале, да? А как крестик? Знак земли. Вот, смотри. Сначала знак земли. Пять крестиков, три и один. И четное количество. Получается засеянное поле. Вот так вот. Два вида орнамента, которые означают землю. Вот так. Угу. Угу. Вот так. Угу. Ну, вот мы сегодня с вами поговорили о стихии земля. И, конечно, мы не все сегодня успели не все рассказать об этом, об этой стихии. Потому что человек на земле живет уже очень-очень много лет. Да. Ты несколько тысяч лет трудится на земле. И, конечно, с землей много связано в жизнедеятельности человека. Вот Виталина тут еще добавила по углам. То есть ребята могут сами пофантазировать и могут на нашу страничку присылать свои рисунки. Было бы очень интересно. У кого какие орнаменты получились. Молодец, Настюша. Вообще засеяла все поле. Все поле засеяла. Ну, как любой художник, да? Как любая вышивальщица. Для того, чтобы ее изделие отличалось, она всегда придумала что-то свое. Настюша может показать. И Виталина еще добавила к ромбу еще ромбики. То есть вообще фантазия может праздновать. Настя придумала свой орнамент засеянного поля, так она видит. И вот Виталина... Виталина добавила ромбики на углы ромба, да. Своему орнаменту еще ромбы, они тоже значимы. Так, хорошо. Давайте тогда прощаться. Идите ко мне. Давайте. Становись недышком со мной. Перестань себя плохо вести. Это за тебя стыдно. Так, давайте тогда будем... Настюш, сейчас дорисовывай. Мы тогда будем сегодня прощаться с вами. Если вам понравилось, пишите, пожалуйста, под нашим... Под нашей встречи в комментариях. Что было интересно, что неинтересно. Присылайте отгадки на наши загадки. Да, и, конечно, свои рисунки, свои варианты орнамента со знаком земли. А мы сегодня прощаемся. До следующей встречи. 13 марта у нас следующая встреча, да? Так. А раз мы уже начали с вами немножечко говорить белорусские слова, тогда мы скажем до свидания по-белорусски. До встречи. До встречи. До встречи. Дякой, что были с нами. До встречи. Пока-пока. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok